Осмотр начался с 12 дома 2 микрорайона. Здесь в рамках программы заявлено два вида работ. Новые пластиковые окна в подъездах уже радуют глаз. Чтобы осмотреть результат следующих работ, пришлось спуститься в подвал. В рамках капремонта в доме были обновлены инженерные сети, заменены трубы холодного, горячего водоснабжения и отопления. Менялась и запорная арматура. Производилась замена труб, ведущих к дому. В комплексе всё это обеспечит надёжность водоснабжения, теплоснабжения и сократит потери тепла. Вот здесь объект у нас завершён. На очереди остальные объекты подтягиваем и будем сдавать. Вот у нас сроки какие были установлены? Здесь у нас сроки до 10 сентября. Срок был до 10 сентября, однако вы уже сделали чё-то ранее. Подобные работы произведены в первом микрорайоне, дом номер 16. Там тоже работы уже завершены. Следующий объект, который посетил глава – 6-й дом 2-го микрорайона. Здесь ведутся кровельные работы. До последнего времени проблема являлась весьма актуальной. Большинство квартир верхнего этажа испытывали на себе все недостатки пришедшего в негодность покрытия. Протекание кровель составляло 70% от общего количества квартир. Пятые этажи. В этом году дом вошёл в программу капитального ремонта. Сейчас бригадой подрядчиков на площади около 2000 квадратных метров полностью разбирается старая кровля. Устраивается новая стяжка, затем будет уложено два слоя нового покрытия. Перед подрядчиками поставлена задача качественного исполнения работ. Поэтому на всех этапах осуществляется жёсткий контроль. Работы двигаются, по нормативным требованиям все выполняются. Как контроль осуществляется? Контроль осуществляется измерительными средствами, визуально, документально. Требуются сертификаты на применяемые материалы. Если на этом объекте самый разгар работ, то на следующей многоэтажке по адресу шоссейная 41А подрядчики вышли на финишную прямую. Мастер доложила мэру о проведённых мероприятиях. Мы сначала разобрали всю старую кровлю, сняли все примыкания, вот эти отливы с этой старой, которые за цинковки, и начали делать стяжку по новым по всей крыше из керамзит-бетона, чтобы стоки были в одном направлении к водоотливам. И потом, после этого, как она высыхает, мы делаем стяжку по ней, в общем, ещё цемент-покрещаный, толщиной 20 см. После этих двух стяжек мы начинаем грунтовать. Далее было уложено покрытие. К слову, в этом году работы ведутся с применением нового материала, основной характеристикой которого является большой срок эксплуатации. Используется в этом году впервые, он называется техной ласт, используется впервые, в эксплуатации удобен, ну и, в общем-то, есть надежда на то, что при правильной эксплуатации кровли это данное покрытие прослужит ещё много-много лет. Заменено было около тысячи квадратных метров кровли. Неотъемлемой частью ремонта стало обустройство вентиляционных каналов, отливов, козырьков. Подобного ремонта кровля данного дома не видела давно. Три года назад здесь был произведён только текущий ремонт в один слой, и риск протечек был высок. Благодаря реализации программы уже капитальное покрытие в два слоя обеспечит надёжность кровли. Работы ведутся ещё на ряде многоэтажек первого, второго микрорайонов посёлка Сахарный завод. В результате для жителей этих домов будут улучшены условия проживания. В этом году у нас участвует около девяти домов, которые подали документы и выделены денежные средства. Необходимо отметить, что первоначально этих денежных средств было выделено намного меньше. Однако путём действий со стороны администрации города, путём действий со стороны общественности, нам удалось доказать о проведении необходимости дополнительных работ, и было доказано и принято решение о расширении, увеличении этой стоимости. Первоначально планировалось выделить 5-6 миллионов на проведение работ, однако мы остановились в этом году на сумме 15 миллионов. Кроме того, капремонт проводится ещё в трёх многоэтажках, жильцы которых выбрали иной способ сбора средств – аккумулирование средств на спецсчёте дома. Губернаторам поставлена задача – закончить все работы по капитальному ремонту за летний период до сентября. Исходя из того, как сейчас идёт исполнение, есть уверенность, что поставленные сроки будут выдержаны.